Украшения древних шаманов и раковины улиток Мезозойской эры пополнили коллекцию Кровического музея. В Наринмар вернулись две научные экспедиции – этнографическая и комплексная. Археологи, ботаники и этнографы почти месяц работали в Большеземельской тундре. Сегодня эту территорию Неницкого округа без преувеличения можно назвать научным клондайком. Подробности прямо сейчас. В общем, Хэбидя, подарское жертвенное место является уникальным памятником Большеземельской тундры по составу находок. Здесь были найдены керамика, бронзовые, серебряные, позолоченные украшения, оружие, орудия труда. Александр Мурыгин делает полевой видеоотчет прямо с места раскопок. Научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми-научного центра изучает культуру и происхождение средневекового финно-угорского населения Европейского Северо-Востока. Географический – это район Большеземельской тундры и часть республики Коми. В составе экспедиции Краеведческого музея ученый второй раз выезжает к жертвенному месту, куда приходили общаться с потусторонним миром предшественники ненцев. Их изучение позволяет лучше понять, как культура населения нашего региона, первого тысячелетия нашей эры, начала второго тысячелетия. То есть, это донецкое население, которое иногда называют Сехирти или Печора его называют. Ученые уже делают предположения о культуре ранних жителей Ненецкого округа. Так, наличие орнамента на керамике свидетельствует о контактах с дауральскими народами. Стеклянные бусы говорят о торговых отношениях с Причерноморием. Как и все первобытные народы, Сехирти были приверженцами анимизма, верили, что всё в природе одушевлено. Подтверждением этой гипотезы служит металлическое украшение в виде шамана с птицей на голове. Не менее ценные артефакты привезли из комплексной экспедиции. Группа ученых три недели сплавлялась на байдарках по реке Адзьва. За это время удалось пополнить музейный гербарий, понаблюдать за птицами, собрать палеонтологические и геологические материалы. Вот очень интересный экспонат, который нам был обнаружен, и мы его привезли. Несмотря на большую тяжесть, весит он порядка 15 килограмм. Это каменелое дерево, которое, скорее всего, было принесено ледником в наш округ с более северных регионов. Там же на Адзве были найдены раковины вымерших головоногих моллюсков и базальт. Его наличие свидетельствует о деятельности вулканов. Находки будут отправлены на экспертизу, чтобы установить точные даты происхождения. Затем их поместят на витрины. Но уже сегодня, можно сказать, найденные предметы еще на один шаг приблизили ученых к разгадке человеческой цивилизации.